Добрый день, друзья! Этот ролик я изначально планировал выложить на лайв-канал. Как-то не особо припоминал о себе тут экскурсионные прогулки, но дома, вспомнив свою первую поездку в ЧЗО, и что против экскурс-программ никто не был, решил этот объектище запилить сюда. Ибо слишком уж много здесь ценных исторических и технических сведений, а размер аудитории у каналов различаются в несколько раз. А я хочу, чтобы ценная информация стала доступна большему числу зрителей. Итак, мы ехали из Калининграда сразу в этот объект, уже зная, что тут находится музей. Хотелось, конечно, узнать поболее об этом месте, и нам повезло. Въехав на территорию, нас встретил неплохо говорящий по-русски дедушка, который за 90 золотых с двоих, на тот момент это в районе 1400 рублей было, предложил индивидуальную экскурсию. Дороговато, но мы не пожалели. Покушав в ресторации, о да, мы мажоры, мы отправились на изучение этого места. Приглашаю и вас за сим. Окей, господа, мы вкусно покушали, плотно, очень хорошая, добрая порция. И теперь приступаем к экскурсии, к изучению ставки Гитлера. Итак, помните ту бетонную конструкцию, мимо которой мы проходили, продвигаясь к ресторации? Вот, кстати, нас на входе встречают такие вот бетонные укрепления с вентиляционными отверстиями, по которым весело крабкаются дети. Так вот, обратите внимание, это в начале, при начале строительства была предпринята попытка маскировки объекта, дабы его не обнаружили сразу. То есть смесь штукатурки, краски, каких-то веществ и так далее. Но впоследствии от этого всего отказались, так как очень кропотливая и трудоемкая работа. А война, ребята, не ждет. Поэтому были другие задачи, ну, например, наращивание толщины бетона. Перед вами находится схема, схема самой ставки. Показаны зоны, красная, желтая и зеленая. В красной зоне непосредственно находился Гитлер и командование. В желтой зоне находился весь обслуживающий персонал, а зеленая это была закрытая, то есть это граница самой закрытой зоны, по периметру которой находились контрольно-пропускные пункты, она была огорожена. Все это находится в лесах, окружено различными болотами, озерами для того, чтобы затруднить доступ противнику, ну и, скажем так, всячески помешать ему с налета захватить эту базу. Гитлер провел здесь с 24 июня 1941 года до ноября 1944 года. Все это время он был здесь и руководил операциями. Ну, в принципе, он, конечно, отсюда выезжал, например, ставка в Виннице есть, насколько вы знаете, но, тем не менее, основное время он проводил здесь. А здесь перед вами схема, где находятся все ставки Адольфа Гитлера, то есть Германия, Польша, ну, как видите, здесь можно знатно поездить, попутешествовать, и есть будет на что посмотреть и на что вам показать в будущем. Не знаю их, конечно, текущее состояние на данный момент, но, надеюсь, там тоже сделаны музеи. Мои подписчики с Украины, кстати, мне советуют, рекомендуют съездить в ставку Гитлера Вервольф. Вот она как раз здесь показана, так вот она называется. А та ресторация, в которой мы с вами сейчас кушали, на самом деле в свое время являлась гаражом в дробь сверху. То есть на первом этаже находились гаражи, а на втором этаже жива охрана Гитлера. Это одно из немногих сохранившихся зданий, которое сохранилось после отхода немецких войск, потому как они взрывались, здесь усиленно не хватило банальной взрывчатки, но, видимо, это было неважно. Не так важно взорвать это здание, как остальные, поэтому приоритеты сделали на другие объекты. А рядом находится бункер, в котором должны были укрываться от авианалетов как раз те самые охранники Гитлера. Интересное техническое решение, никогда с таким не сталкивался. Обратите внимание, идет труба, к трубе прикреплена цепь, которая идет до самого низа. Это система отвода дождевой воды, то есть вода вытекает из трубы и просто течет по цепи аккуратненько, не разбрызгиваясь в разные стороны, не портя там штукатурку, стены и так далее. Знаете, как обычно, все вокруг мхом, такое замшелое. Здесь все аккуратно. Ахтунг, увага, attention, please. Мы продвигаемся с вами вперед по дорожке, обращаем свой взор налево, и видим остатки такого вот своеобразного одноэтажного здания. Здесь жили, работали агенты службы безопасности Германии. Интересный такой нюанс, на который я бы без экскурсии, наверное, не обратил бы внимания. Сверху находятся вот такие вот штыри. К этим штырям прикреплялась проволока, которая другим своим концом прикреплялась к деревьям, стоящим рядом. И на нее надевалась маскировочная сетка. Таким образом, при аэрофоторазведке можно было скрыть перемещение людей, ну и вообще скрыть здание, потому что, обратите внимание, сколько деревьев вокруг. Все-таки сверху с трудом это все будет наблюдаться. Добавьте маскировочную сетку, так и вообще станешь невидимым. Ну а в доказательство, что я вас не обманываю, вот осталась от немцев проволока, как раз привязанная к дереву. Она там, видимо, уже вросла, потому что, ну, за 70 лет, конечно, дерево разрослось. Это вот как раз проволока шла туда, к зданию, которое я вам показал чуть раньше. Немецкие названия, естественно, русскоговорящему человеку немножечко сложноваты. Еще раз я для себя повторяю, но заодно для вас. Ставка эта Гитлера называется Вольф Шансе. Переводится как укрепленное место пребывания волка. Вот так вот. И если вы обратите внимание на название вообще ставок, Верх Вольф, Вольф Шансе, везде присутствует Вольф, Волк. Это партийная кличка Гитлера в 20-е годы, когда он боролся за власть, приходил к власти, тогда он грыз и металл. Вольф, Волк. Зал совещаний представлен на фотографии. Так было тогда, так стало сейчас. И примечательно это место тем, что здесь было совершено покушение на Гитлера, о чем свидетельствует вот этот вот памятник, как движение освобождения, скажем так. Но не срослось. Полковник Штауфенберг находится на фотографии слева. Именно он и совершил покушение на Адольфа Гитлера. Цветная фотография, кстати, обратите внимание. И раскрашена. Вот здесь на фотографии представлен как раз момент после покушения на Гитлера. Покушение не удалось. Адольф был ранен в правый локоть, вот он как раз держится за него. А с обратной стороны показана схема, что как происходило в этом зале совещаний. Ну, соответственно, номер 25-й это вот как раз полковник Штауфенберг. Он пришел, у него в чемодане была бомба весом около килограмма. Он поставил этот чемоданчик, вышел, встретился со своим адъютантом, на который ждал его на машине. А потом прозвучал взрыв. Один это Адольф Гитлер. Погибло 4 человека, крестиками обозначены. Адольф Гитлер остался жив. А так бы история могла бы, конечно, пойти, наверное, по-иному. А вот картина того, что творилось после взрыва бомбы. Ну, в принципе, конечно, мало кого удивишь. Как бы сейчас много фотографий различных взрывов. Но вот это довольно-таки историческая, значимая фотография. После покушения здание было отремонтировано и введено в строй. Но впоследствии было взорвано. Это приказ маршала Кейтеля о взрыве ставки волчьего логова. Ну, я по-немецки, конечно, не понимаю. Но те, кто живут, немецкоговорящие мои подписчики, я думаю, что-нибудь разберут. Стоп-кадрите и смотрите. Буквально через полчаса после покушения, после взрыва, к нему, к Адольфу Гитлеру в гости приехал Муссолини. Вот как раз они тепло здороваются около вагона на вокзале, который здесь находится тоже неподалеку. То есть здесь была железная дорога. Наверное, вы видели ее на видео, мы переезжали ее. Вот как раз приехал товарищ Муссолини, который, как вы помните, был в одной оси с Гитлером. Они встретились, прошли, посмотрели место покушения, умилились, обрадовались, что все закончилось благополучно. Потому что периодически я на фотографиях вижу такие более-менее умиротворенные лица. Но, конечно, Гитлер, наверное, в шоке немножко был. И следующая фотография. Они уже прощаются. И здесь, как можете обратить внимание, Гитлер прощается левой рукой. И по правой у него немножечко подбито. Полковнику Шталфенбургу был поставлен памятник. И на этой фотографии, это 92-й год, присутствуют три его сына. Генерал Бундесвера и два бизнесмена. Еще в живых у него остались две дочери и жена. Ну, в общем, вся семья, кроме него, потому что его немножко расстреляли. Ну, я, кстати, скажу, очень интересный момент и нюанс. Очень хорошо, что мы так с экскурсией идем, потому что многого я не знал. Полезно для развития. Андрюха, историк. Лучший историк. Я, нет, я так немножко интересуюсь. Зал совещаний довольно-таки длинное здание, в районе 50 метров в длину. И мы сейчас прошли совсем чуть-чуть, где был тот камень с табличкой памятной. А здесь находится уже памятник непосредственно Шталфенбургу. Надписи две на немецком, точнее на польском и на немецком языках. Гласят, что здесь, в этом здании было совершено покушение таким-то, таким-то. Клаусом Шенг, ну, в общем, мне трудно это читать. Было совершено покушение на Гитлера. И он вот заплатил за это, как и другие, многие другие борцы с политикой Гитлера, своей жизнью. Большой проблемой любой войны, я считаю, конечно, мины. Потому что война заканчивается, а мины остаются, как невидимые солдаты-убийцы, которые спрятаны где-то под землей. И за моей спиной находится вот такой вот памятник. Памятник польским саперам, которые в течение 10 лет занимались разминированием этой ставки. То есть в 1955 году только закончилась работа. Ну, вы понимаете, сколько мин здесь было заложено вокруг по периметру и какая-то была кропотливая работа. Три сапера при этом погибли. И вот в знак благодарности за их труд, за их отвагу поставлен вот этот вот памятник. А нижняя строчка, в принципе, гласит о том, что они удалили более 54 тысяч мин различных типов. 54 тысячи мин. А каждая мина – это риск подорваться. Это серьезно. У нас, конечно, как всегда, снимаем вдвоем одно и то же. Но я все-таки стараюсь немножечко, хотя бы больше технических подробностей. Но больше, чем расскажет наш экскурсовод. Я не могу тоже рассказать. Очень много нюансов. На фотографии представлены предупреждающие надписи о том, что заминировано. Ну, в принципе, даже не надо быть немцем, чтобы понять. Минен. Ну, минен, мины. И основная проблема разминирования этих минных полей заключалась в том, что, как правило, мины ищут металлоискателем, да, то есть по наличию металла в земле. А немцы были очень хитрые. Но даже дело не в хитрости, а в том, что здесь вокруг болото. Поэтому, чтобы мины со временем не поржавели, их помещали в стеклянный корпус. Ну, стекло, как вы понимаете, не металл. Его не найти. Но не только это была проблема. На следующей фотографии мы сейчас с вами увидим мины других конструкций, выполненные из дерева и выполненные из бетона. Поэтому найти такие мины была очень проблемная задача. И, конечно, честь и хвала отрядам саперов. Ну, и в качестве такого бонуса конструкции подпрыгивающих мин. Очень злая, по-моему, вещь, то есть из мины вылетает, ну, грубо говоря, заряд, который взрывается на высоте где-то метров, превращая ваши тазобедренные кости в медвежий фарш. Просто массивнейшая конструкция из бетона. Это так называемый гостевой бункер, который предназначался для укрытия высокопоставленных гостей фюрера. Как нам рассказали, здесь принцип построения, ну, как матрешка. То есть огромные стены из бетона, толстые. Внутри из них сооружался еще один бункер поменьше. Поэтому, несмотря на кажущиеся большие размеры этого бункера, внутри находилось всего несколько залов. Но, в принципе, задача здесь была переждать авианалет, ну, и, конечно, спасение жизни. А спасать жизнь можно и в менее комфортных условиях. Потому как сами гости жили в нормальных кирпичных домах и, в общем, в обычное время, когда не было какой-то угрозы бомбежек. Кстати, толщина стен достигает 8 метров бетона. 8 метров бетона. То есть это, как даже, наверное, не все более поздние противоатомные какие-то убежища имеют такую толщину. Далеко не все. И для того, чтобы взорвать этот гостевой бункер, в залы было заложено порядка 10 тонн взрывчатки. 10 тонн. Это 1 сотая килотонна. Это, ну, в общем, вы понимаете. Вход в руины бункеров воспрещен. Но, тем не менее, мы с вами проходим. Вот такой вот он вход. Напоминаю, что здесь как бы два бункера в одном. То есть мы находимся пока внутри первой защитной стены. Сверху находится противоскольное покрытие. Оно сделано из двутавровых балок и предназначено для того, чтобы, если сверху шваркнет бомба, отсюда не откололся кусок бетона. И никому не попало по голове, потому что будет довольно глупо умереть в собственном бункере. Деревянные закладные предназначены для крепления электрической проводки. Освещение. Здесь небольшая ниша, в которой находился часовой. Дальше мы с вами проходим налево. И видим то, что меня, честно говоря, поразило. Вот туда вот наверх, далеко-далеко наверх, уходит защитный потолок. То есть это все потолок. Арматура, бетон, бетон, бетон. Реально на вскидку, ну, метров 6-7, наверное. Ну, вот я про 8 говорил, но здесь есть еще один бункер в бункерочке. Поэтому здесь очень много бетона. Очень надежно. А дальше можно пройти, подняться по ступенькам. Как видите, здесь все очень некисло взорвано. И мы попадем, увидим сейчас, видимо, второй бункер. Те, кто попадал в этот бункер, естественно, не проходили по этим каменным ступенькам. Они проходили по коридору, поворачивали направо. И попадали здесь, вот были как раз залы второго бункера. Первый и второй зал. Но сейчас вы видите, конечно, состояние здесь очень печальное. Потому что 10 тонн взрывчатки не проходит бесследно. Даже для таких огромных по толщине бункеров. Но толщина, конечно, поражает. Сколько бетона! Первый бункер отделялся от второго. То есть вот эта вот матрешка разделялась между собой насыпным камнем. То есть он как бы демпфировал взрывы, то есть колебания бетона внешнего слоя. Ну вот еще вам немножечко этого внешнего слоя. Как тебе толщина? Вообще, хорошо. Смотри, особенно эта висящая. Она качается. Качается? Ну ладно. Я думаю, что она еще не один десяток лет прокачается. Главное, ее специально не раскачивать. Не раскачивайте лодку, господа. А вот как раз место, где отделялся первый бункер от второго. То есть один слой и укрытый под ним второй слой. И разделительная подушка, выполненная вот этим камнем. Ну это, видимо, гранит какой-то. Я так не могу понять, в них не шарю. Но как бы вы поняли, как все это дело выглядело. Сверху закапал дождик. Очень атмосферная, на самом деле, погода для нахождения в таких местах. Естественно, вход в бункер был не один. И вот, пройдя чуть подальше, мы видим еще один вход, выполненный в первой защитной стене. Мега толстый. И на крышу каждого бункера вела специальная лестница. Вела она не просто так. Сверху стояли зенитки. Сверху было ПВО. Ну, грех будет не воспользоваться старинными немецкими лестницами и не залезть туда. Итак, господа, мы с вами наверху, в точке, где располагалось ПВО. Но здесь, к сожалению, сейчас не видно никаких заделок под орудие, только скобки металлические. Но можно оценить отсюда, сверху, высоту, на которую поднимается бункер. Андрюх, помаши рукой. Вот. Так это все там высоко спрятано. Я сейчас прыгать, скакать не буду, потому что пошел дождик. Все стало немножко более мокрым, поэтому неохота тут под комнатой вернуться. Да и ждут нас. Вот там вот снизу где-то земля. Такие вот мощные, мощные укрепления. Взорванные. Ребят, это, конечно, просто жесть. Немцы жгут напалмом. В прямом и переносном смысле. Рядышком с бункером находятся остатки кирпичного строения одноэтажного. Это главпочтамт. Сюда можно было послать письмецо Адольфу или другим, или вообще тем, кто здесь жил, работал и обслуживал этот бункер. А жило здесь ни много ни мало, в районе 2300 человек. Адрес был полевая почта, номер такой-то, как и у нас в Советском Союзе почтовые ящики. В отличие от советских лесенок. Нет, он советский тоже нормальный, но здесь, конечно... Я имею в виду, типа на трубах такие скобочки. Немножко физических упражнений от Андрюхи. Вот, молодец. А вы все про него толстый, толстый, вон как лазит. Порхает. Андрюха восхищается тем, что он идет с одной, с Адольфом Гитлером дороги. Нет, нет, сейчас все подумают, что я нацист. Я сказал, это исторический факт просто, данность. Это не значит, что я его восхищаюсь. Это понятно. Не, хотя да, мне в контексте понятно, а народу может быть непонятно. Но просто по этой тропинке действительно ходил Адольф Гитлер. И мы с ним сейчас идем, считай, по одной дороге с разницей только в 70 лет. Суть не в том. Пеньки. Ну, просто пеньки. Кто-то пройдет, не заметит, не поймет. Их много в нашей жизни встречается. Но это конкретно пеньки образовались в результате подрыва бункеров. Бетонные осколки летали с такой силой. Ну, а 10 тонн взрывчатки, вы сами понимаете, какая тут сила была. По что сносили деревья, убивали их. Ну, не убивали, там, ломали. И вот поэтому некоторые пеньки – это остатки от бомбежек, бомбардировки бетонными осколками деревьев. Мы продолжаем изучение красной зоны ставки Гитлера и Вольфшанс. И это здание, где работали стенографисты. Из некоторых особенностей этого здания. Первое. Окна закрывались специальными воздухоплотными ставнями. То есть, вот так они выглядели. Ставни, двери для защиты от отравляющих газов. То есть, в случае угрозы, все это дело закрывалось. Ну, в принципе, я вам рассказывал, когда был в своих путешествиях по бункерам. А вот был найден кусочек одной из таких ставень. К сожалению, здесь трудно понять масштаб. Это, наверное, пень, да, как раз. Ну, толщина в несколько сантиметров этой ставни. Довольно-таки мощно. А внутри, несмотря на кажущуюся такую неказистость, было весьма роскошно. Стенографисты работали в шикарных условиях. Круглые столы, деревянные стулья. Был, ну, вот так видите, обстановочка довольно-таки приятная. Я бы даже сказал, уютно. Не подумаешь, что там такая серьезная работа идет. Был камин, они воспевали там шампанское, и им было хорошо. Но работа у них тоже была ответственная. А как согревались наши, хотел сказать, наши товарищи, это у меня такое просто расхожее выражение, наши враги. Как же они согревались? Отопление в бункерах было электрическое, в бетонных бункерах. А в такого плана кирпичных зданиях оно было угольным. Стояли радиаторы, и все это дело благополучно отопилось. Вот так вот внутри все это дело выглядит. Андрюха снимает круговые панорамы. Ему понравилось с гуглом работать. Ну, а мы с вами видим, что здесь, конечно, ничего не осталось. Но хорошо хоть сохранились старые фотографии. И свободное пространство этого зала нарушает лишь только вот эта вот колонна. Но это не колонна, это дымоход. Как раз от того самого отопления на угле. Подойдем поближе. Вот так вот все это дело выглядит. Там видно отверстие, а здесь, видимо, шел подсос воздуха. О, какая приятная подсветочка. Народу нужно что-то кушать. Поэтому были организованы склады продовольствия. Один из них вот с таким вот входом заглубленным, в котором, значит, лестница. Там будет помещение. Площадью в районе 80 квадратных метров там хранилась еда. Андрюха, твоя любимая сауна, к сожалению, не сохранилась. Вот здесь она была. Немножечко проходим подальше. И, как и положено любому объекту, он сверху также маскировался. Вот, обратите внимание, остатки проволоки, на которые навешивались маскировочные сети. Вот на фоне Андрюхи еще раз могу показать вам толщину, величие этих укрытий. Это бункер Мартина Бормана. 5 метров бетона вниз. Один этаж, в котором расположены комнаты. И все остальное наверх – это защита. Бетон, потолок. То есть, здесь идет речь, обычно у нас, как говорят, в квартирах, да? У меня там потолки 3 метра, то есть, ну, там высотой 3 метра. О, ты вообще крутой, а у меня там, точнее, там ты вообще ни о чем. У меня 3,5, я там в Сталинке живу. А здесь, а у меня потолки 8 метров. И это только толщина. Обалдеть. Давайте пройдемте внутрь, быстренько оглянемся. Снова предупреждающие надписи. Я включаю софит, для того, чтобы немножко понятнее все было. Лестница. Снова противоскольное покрытие. Бункер тоже взорванный. Он с этой стороны, конечно, выглядит цивильно, но он взорванный. И мы идем. Не знаю, находился ли здесь часовой или не находился, как-то маловато пространства для него. Проходим дальше. Немножечко такая сужающийся, сужающийся коридор. Ох, ничего себе. Это вообще, как бы сказали, тут один этаж, но это может быть соединение двух бункеров. Помните-ка, как я говорил про матрешки? Идем дальше. Ну и плюс учтите, что здесь, конечно, стены сместились из-за того, что был произведен подрыв. Да, вот такой был шириной. Какой шириной был раньше? Коридор. Да, коридор был больше явно ширины. Вот как раз видно бетон, а здесь был потолок. Все было явно пошире, но здесь дальше все, к сожалению, взорвано. Остатки бетона и арматуры. Стихия. Взрывная стихия, ребята. Кстати, еще завершая разговор о силе взрыва, который здесь был, когда взрывали, уходя взрывали бункер. Обратите внимание, там углубление, да, а здесь такой выступ. То есть вот эта вот стенка, ну, соответственно, как и эта стенка, они просто перескочили на сантиметров где-то 25 в сторону. Можете себе представить, какая силища, столько тонн передвинуть за раз. А так, если это спихнуть назад, будет как раньше. Только борманов живых нет. Ну, оно, наверное, даже и к лучшему. Мне говорили, что в Польше очень крепкие деревья. Настолько крепкие, что иногда их используют за место металла. И вот вам прямое подтверждение. Для того, чтобы не упала эта бетонная стена, которая наклонилась так вот опасно после взрыва, ее подпирают вот такие вот настоящие деревянные палочки. Ну, блин, конечно, вы поняли, сарказм. Народ просто прикалывается. Естественно, если она задумывает упасть, ей это все будет сугубо параллельно, монопониссуально и фиолетово. Потому как, ну, вес этой конструкции вы представляете. Тем не менее, смотрится довольно-таки забавно. А это дерево что-то приуныло и решило немножечко отдохнуть, привалившись на торец стены. В этой стене также видны остатки от старой-старой вентиляции. Ну, это, наверное, воздухозаборники, я не знаю. Ну, суть-то особо не изменилась. То же самое. Фильтры-поглотители стояли, которые защищали от возможных газовых атак. Их, конечно, здесь не видно. От них, я думаю, ничего не осталось. Рядом раздается характерная немецкая речь. Группа из Германии экскурсируется. А я вам показываю вот что. Крыша бункера, точнее то, что от нее осталось. А сверху эта земля насыпалась не за 70 лет. Она была насыпана немцами, чтобы на ней росли деревья, чтобы этот бункер был еще менее заметен. Гитлер был весьма своеобразным товарищем. Мне кажется, это немножечко психологические проблемы уже. Но суть в том, что он, у него была мания преследования. Как вы обратили внимание, бункеры находятся на каком-то отдалении, довольно-таки небольшом, но тем не менее от обычных кирпичных знаний, где работали сотрудники. Ну, например, те же стенографисты. Гитлер же сказал, я боюсь ходить по лесу, и поэтому я хочу личный бункер. И вот это фотография макета его бункера. То есть здание без окон, без дверей. То есть там какие-то вентиляционные системы виднеются. Но это такой бетонный бункер. Сверху растут елочки. А рядом кирпичная пристройка, где он мог находиться в дневное время. В общем, такой вот несколько замкнутый образ жизни. Не знаю, я, честно говоря, с ума бы сошел. Но ему там было норм. А сейчас мы пройдем и посмотрим, что осталось от этого всего великолепия. Итак, снова возвращаемся к этой фотографии бункера. На данный момент от него осталась лишь вот этот фрагмент, точнее, ну, эта стена и вот эта пристройка. Все остальное разлетелось благополучно от силы взрыва. Мы сейчас пойдем пропутешествуем с обратной стороны, посмотрим на остатки комнат Гитлера. Ну, а вот как это выглядит в реале. То есть огромная вот эта вот стена и кирпичная пристройка, которая уже такая несколько замшевая, покрытая мхом. Вообще слово замшевое, я его очень люблю. Вот так вот все это дело выглядит. Но также мощно. То есть представьте себе, это только одна стена такая мощная. Жесть, просто жесть. Я подумал бы, что это скворечник, но это на самом деле для летучих мышек сделано, чтобы они там спали. Зимой они отсыпаются в остатках бункера, а летом благополучно спят вот в таких вот скворечниках, точнее, летучих мышачниках. Может показаться, что это вход для каких-то немецких гномов, но на самом деле это не так. При взрыве взрыв был настолько большой силы, а земля вокруг болотистая, мягкая, что бункер, часть бункера была просто вдавлена вниз. И поэтому потолок немножечко опустился. Еще вот такая вот фотография о бункере немножечко с другого ракурса. Видно, что пристроек было две с обеих сторон. Раз и два. Мы находимся как раз вот у этой внешней стены оставшейся, вот этой пристройки. Она, конечно, так немножечко ушла под землю, потому что здесь, ну, не скажу, что точнее ушла, просто здесь вокруг, видимо, взрывом образовала вот этот вал земляной, так как там тропинка идет гораздо ниже. Тем не менее, опять виден насыпанный грунт, на котором растут деревья. Все для маскировки. Деревья большие, деревья малые, маскировочная сеть. И те, кто летят сверху, уже ничего не видят. А вот к разговору о деревьях. Виден человек, и видны те деревья, которые будут посажены. Саженцы такие. Трудно их назвать саженцами, но тем не менее, это так и есть. Это все высаживалось на крыше бункера. Фотография времен строительства. Так как вокруг этой ставки располагается болото, то, соответственно, это подразумевает наличие некоторого количества полчищ комаров. И для того, чтобы эти полчища комаров не мешали планам немецкого наступления, товарищи ходили в таких вот защитных сетках. Ну, практически как будто они там пчелу разводят на самом деле. Замечательно. Вы думаете, что это стена? Нет, вы ошибаетесь. Это крыша. Когда заложили взрывчатку, и когда раздался взрыв, бункер расцвел как цветок, как роза расцвел. И в итоге стены, которые были стенами, завалились. Может быть, даже немножечко отодвинулись, но отлетели вряд ли. Завалили в сторону. И теперь мы любуемся на крышу бункера. Еще один ракурс макета бункера Гитлера. Виднеется вот такая вот пристройка из бетона, которая являлась входом. Ну, таковых было две. И сейчас мы с вами как раз пройдем к ней. Ну, она, естественно, при взрыве завалилась, но, тем не менее, побываем на том месте, где все это дело было. Начал поливать дождик, но нас это не останавливает. Противоскольное покрытие, которое находится ребром, потому что это был потолок. И мы входим в сам бункер. Внутри? Внутри? Ничего. Потому что здесь находились как раз комнаты, где обитал Гитлер. И здесь была заложена взрывчатка. То есть здесь все разворотило. Ну, надрыв пошел шляться. Представляете, как здесь много всего было заложено. Да, навалено, конечно, не кисло. Как оно все еще держится. Но с учетом того запаса прочности, который был, оно даже на таких осколках держаться будет явно долго. А ну-ка посветим-ка туда. А вниз там уходит такое небольшое помещение, образованное заваленными глубами. И виден снова потолок. Мы прошли метров пятьдесят от бункера Гитлера. И лежит вот такой вот осколочек. И он покрыт капельной плиткой. Это, видимо, была какая-нибудь душевая или еще чего-то. Но, в общем, летел он явно далеко. И вот, собственно говоря, доказательство присутствия здесь человека. Так, потому что они здесь мылись. Капель еще тех времен. Приятно коснуться к истории. Эх, делали бы у нас так ремонты, что даже от взрыва эта плитка не отваливается. Увы и ах. Немцы делали, конечно, на совесть. Бункер главного по авиации Германа Геринга. Тоже был взорван. И след от взрыва здесь выражается, как минимум, в том, что защитный потолок несколько подпрыгнул, образовав такую некислую щель. Подпрыгнул. Такой потолок. Подпрыгнул. Карл. Жесть. Фундамент пять метров в глубину уходит. Карл, пять метров в глубину. Фундамент. Пять метров. Я тут строиться все думаю пока. Я не знаю, конечно, на тот момент, когда вы смотрите это видео, что я там уже делаю. Суть-то в другом. Тут сделать, залить фундамент какой-нибудь ленточный, это целая проблема. Потому что нужно, чтобы тебя с бетоном не обманули, там, сделать правильностью обвязку-то и так далее. То есть это отдельная наука. Тут пять метров вниз бетона. Фундамент. Пять. Итак, ребята, давайте пройдемте в бункер. Без бункерования. Да, в бункер Геринга. Так, ты там ничего не уронил, мне показалось. Вроде нет. Итак, проходим внутрь. Он сохранился несколько более целым. И вот здесь отходит такой коридорчик. Проходим в него. Поворачиваем. И видим скоп-трап. С шахта, который ведет к позициям ПВО. Здесь они сделаны внутри защитной стенки бункера. Ну, давайте же поднимемся наверх. Здесь, кстати, хорошо видно, насколько в глубину уходят эти металлические закладные, по которым я ползу сантиметров где-то на 15 вниз. И плюс они еще и загибаются дополнительно, чтобы в случае даже там долговременной какой-то эрозии так просто не остаться в руке. Немцы с умом подходили к каждой мелочи. Ну, а вот я нахожусь на крыше бункера Геринга. Германа Геринга. На этом месте, где я стою, находилась зенитная установка. А крыша вообще, конечно, была весьма милитаризованной. Смотрите внимательно. По диагонали от места, где я нахожусь, находилась вторая зенитка, а рядом находился пулемет. Плюс дополнительно для подсветки было установлено два прожектора. Ну, для подсветки целей. Так что весьма военизированная крыша бункера. Я оттуда прибежал, как раз там Андрюхов вылезает. Но, к сожалению, второй зенитки тоже нет на месте. Незадача. Кстати, украли. Кто посмел? А здесь металлолом, наверное, сдали. А может быть их экспроприировали для личных нужд? Может быть. Вариант. А здесь, наверное, находились как раз прожектора. И пулемет. Пойдемте к пулемету. Ребята, подпрыгнула крыша. Подпрыгнула вот эта крыша. Подпрыгнула Карл. Карл. Бетон. Несколько метров. Да, мы все это, конечно, угораем с этого дела. Когда ползаете по таким местам, будьте аккуратны, потому что бетон намокший и предоставляет из себя несколько скользкую поверхность. Поэтому можно немножечко навернуться от бетона. Это, как правило, больно. Оголовок, где находился пулемет. Есть ступенечки вниз. Обязательно надо спуститься, пока он ничего не упор снимает. А, ну здесь ничего. Здесь как раз, видимо, находилась сама станина. Здесь находился пулеметчик. Видимо, по вот этим вот как раз направляющим тут что-то ездило. Но я вам не могу точно сказать. Ничего не осталось. Его позиция в любом случае была довольно-таки защищена. И если мы, пройдя снаружи, сразу пошли наверх, то давайте теперь попадем внутрь бункера и посмотрим еще некоторые отличительные моменты. Во-первых, интересная такая тема. Андрюха, иди сюда. Для повышения безопасности у немцев существовала система опознавания свой-чужой. В чем ее суть? Стоит немец. Ну, допустим. Часовой. Он отделен защитной такой дверью, оклад которой вы видите. Вот как раз, в принципе, остатки стали виднеются. Сюда подходит кто-то, кто хочет очень сильно попасть внутрь. Он должен, ему говорят там, кто-то стоит там, ахтунг, ахтунг, кто идет. Вот это труба, которая может показаться трубой вентиляции. На самом деле, это переговорная специальная труба. Андрюха, я засовываю GoPro туда, а ты что-нибудь говори по-немецки. Ну, да, я думаю, что немножко расстроились. Я надеюсь, что было что-то слышно. Соответственно, тот, кто хочет зайти, говорит ответ. Ответ номер один. Ему говорят там, типа, все верно. Или там, допустим, неверно, да, и расстреливают буквально на месте. Но это уже как бы не суть важно. Допустим, все верно. Он проходит в комнату. Там ждет часовой номер два. Здесь находилась вторая дверь. И, соответственно, тоже самая операция повторялась. Вот остатки тоже слуховой трубы. И, проходя во вторую комнату, он попадал в третью. Точнее, не попадал в третью, он попадал в следующую комнату. И третий раз проходил процедуру идентификации. Все пароли были разными. Соответственно, как бы подразумевалось, что три разных пароля знать невозможно. И такая система была реализована во всех бункерах. Бункер Гитлера или Геринга, не суть важна. Итак, мы с вами попали внутрь. И какие здесь мы особенности среди этого бетона можем увидеть? Во-первых, деревянные закладные. Вот они. Находятся обломки дерева. К ним прибивались деревянные панели. Для того, чтобы руководство сидело не среди бетонных стен, а среди какого-то подобия уюта. Это раз. Второе. Это такая вот кафельная плитка из Леруа Мерлен 40-х годов. Здесь находилась ванна и туалет на этом месте. Плиточка, как плиточка. Положено хорошо, качественно. В чем мы уже могли иметь свойство убедиться. Различные системы вентиляции. Еще такая интересная особенность. Это так было реализовано отопление. Видны алюминиевые провода, которые питали это все дело. На самом деле я удивлен. Я думал, что они из меди делали. Но, возможно, медь использовалась на какие-то более серьезные нужды. Поэтому вот такой вот толстый алюминиевый провод. Электрическое отопление в бункере. Ну, впрочем, как я вам уже и рассказывал. Кстати, около оклада виднеются остатки закладных под провода. Вот они, алюминиевые провода. Три кабеля уходят туда за дверь. А здесь они выходят. Еще один такой нюансик. Экономический. Стоимость строительства данного логова составляла 36 миллионов рейхсмарок. Рейхмарок. Немножечко сложно выговаривается. При этом это только оплачивался труд строителей и работы техники. А сами материалы были халявные. Потому что к тому моменту, когда здесь шло интенсивное строительство, уже часть территории Европы была захвачена. Соответственно, можно было взять на халявку. Кстати, еще такие интересные цифры, которые сейчас, наверное, не очень актуальны. Но интересно понять, что было тогда. Работа рабочего, ну, среднего возьмем, оплачивалась как 80 фенингов в час. Ну, практически марка. При стоимости автомобиля типа жука в районе 900 марок, полгода работы на этом объекте могли принести строителю автомобиль. Что в сороковых голодах, согласитесь, было весьма круто. Вот там вот за лесом, за метрах в десяти, находится ничего. Ну, вороночка разве что. Там раньше находилось казино, которое выглядело вот так вот. Народ здесь гулял, выпивал, играл, общался и всячески веселился. А главный прикол – звезда. Это обшивка деталь самолета, ну, или что-то такого подобного, которую притащили с фронта, повесили на стену. И немцы там, победим русского Ивана, давайте выпьем за это. То есть, как бы я не шучу, это на самом деле так и было. Ха-ха, победили. Кто к нам придет с мечом, тот ворала и получит, как говорится. Еще фрагментик стены, прилетевший откуда-то неизвестно откуда. Тоже с кафельной плиткой. Фрагмент одной из улиц. В общем, все здесь было асфальтировано. Было проведено освещение, такие вот фонари. И от асфальтированных улиц к домам уже непосредственно вели тротуары, выложенные бетонными плитами. Вот так все это дело выглядело. И лампочка. Освещение наше, все. Итак, душевно попрощавшись с нашим экскурсоводом, который дал много интересных знаний, не зря мы заказали эту экскурсию, мы отправляемся в сторону города Кеншин и потом поедем в Гдыню. Но это уже другая история. А на всем я с вами прощаюсь. Такое вот путешествие по ставке Гитлера. Крупнейшей ставке Гитлера. Вул в шансе. Поэтому лайк, подписка, кому понравилось. Всем до новых встреч. С вами был Андрей Нефедов. С вами был МШ. Увидимся. Пока.